Одежда по погоде, документы в непромокаемой упаковке, рюкзак, дождевик или плащ-палатка на случай непогоды. Набор для выживания, включающий складной нож и спички, сухой паек. Все это должен иметь при себе каждый участник военно-спортивной игры «Лесная стража». Кроме того, в команде должны быть аптечка, компас, блокнот, ручка или карандаш. Скорее всего, большинство из перечисленного не понадобится. Но как этим воспользоваться, любой уважающий себя молодой человек должен знать, считают организаторы соревнований. Вот эти молодые ребята в игровой форме, они получили навыки, которые, не дай бог, чтобы они им в жизни пригодились, но каждый молодой человек должен уметь свою родную землю, вот эту, по которой он ходит, его предки отстояли ни в одной войне, он должен уметь ее защищать, он должен уметь держать в руках оружие, он должен уметь метать гранату, он должен уметь развести огонь мокрыми спичками в мокром лесу, он должен уметь в этом лесу выживать и помочь своему товарищу выжить и так далее. В этом году поучаствовать в лесной страже приехало едва ли не рекордное количество команд – 15. В каждой по 5-7 школьников. Побегать по осеннему лесу, пострелять, передать текстовое сообщение азбукой Морзе и воспользоваться компасом захотели не только юноши, но и девушки. Впрочем, маршрут организаторы разрабатывали так, чтобы преодолеть его смогли все. Все этапы находятся где-то вблизи каких-то тропинок. Сбиться с пути, ну, наверное, практически невозможно. А сориентироваться по карте, ну, это уже элементарное знание географии, которое в школе, если учишь, то несложно. Пять контрольных пунктов расположились на трех километрах леса. Преодолеть нужно все не более чем за два часа. Стрельба из пневматических винтовок – традиционно самое любимое испытание для игроков. Ну, самое интересное было, ну, третий контрольный пункт – снайперская винтовка. Удалось поразить цель? Да. Там всего две попытки, одна пробная, одна на рейтинг, получается. То, как прошли участники то или иное испытание, судьи оценивали в баллах. Кто лучше всех справился с задачей, набрал больше всех очков и, следовательно, победил. Первое место заняла Ершовская команда «Активная молодежь», набрав 126 баллов. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.